Всем привет, друзья! Два часа Ну, наверное, догадаетесь, почему я не снимала сегодня с утра Сразу догадаетесь Тяжелый сегодня день В общем, зорьки наши больше нет, друзья мои Так, главное не разреветься Итак, собралась еле-еле камеру взять Пришлось нам это сделать, друзья мои Сегодня пришли просто утром Она уже еле стоит Поэтому Вызвали Бойщика И все Все уже Все уже сделано Мы ее сдали Поговорили Не хотим себе Ну, как бы Не сможем Морально просто Не сможем Ей сурьку Сами понимаете В общем, решили Так договорились Он посмотрел Говорит, ладно, я забираю мясо Все То есть Он ее забрал Всю Шкуру только На мусорку Сейчас Надо все Вот так Шкуру одну, короче, оставил И больше ничего нет Вот Одно Утешает то, что он сказал, что Ее не спасти было У нее Не проблема В В кишках Или в чем-то То есть Он посмотрел ее сердце Сразу Говорит, она сердечница Поэтому Она у вас, говорит Изначально такая Худая была Он ее видел, кстати Он у нас, когда приезжал Бычка колотен Я посмотрел тогда Говорит, что она такая Говорит, у вас Не формат Зачем, говорит, такую взяли Ну, то тогда Вот мы ее только привезли А у нас бык стоял Он Забивал его И тогда еще сказал, говорит И сейчас он мне говорит Я же тебе говорил тогда, что Она больная какая-то Ну, в плане это Ну, ладно, чем Вкусное у нее было молоко Попоила она И нас, и не нас Все было Но Он говорит, сердце гипертрофированное Неправильная форма Неправильный размер Он же Как бы за боем Профессионально занимается Мужчина этот Он знает Как должно быть Он говорит Одна, говорит Сердце у него половина Похоже вообще не рабочая То есть, как камера Как бы это Вот И Я и говорю, чудо Что она нам еще Телку родила Как она ее с таким сердцем Выносила И как она ее рожала Я не знаю Ну, вот И Видимо Вот Он говорит, что Из-за сердечной недостаточности Была плохая работа И печени И Почек И всех Органов Он говорит, нарушена была Работа Поэтому и И И Желудок все время вставал И все Первая причина Он Он думает, что это все-таки Она Сердечница Из-за этого Все 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 У нее Так И И И быть корове но при этом тогда я бы говорит у вас мясо не забрал потому что она была бы обколота этими препаратами а такое мясо уже не идет ниже там все равно него на проверку сдают и все это место так вот ну в общем вот так попрощались зорькой надо головой думать надо иметь опыт и если уж покупаешь корову конечно она хотя бы должна быть упитанная в меру пусть это молочная но она должна быть не скелетом конечно когда покупать поэтому мы дураки были сами взяли скелетончик кто ее видел в начале самом когда какая она у нас была он говорит это еще хороший уход и то что она вес набрала хоть немножко говорит то что у вас хороший уход то есть он как бы наоборот я говорю может ну то что у нас такие условия стесненные корове может не было ходить да все такое вот не у вас горит еще хорошие условия туба на она бы не прожила она бы и там на ферме ниже не зря списали оба не долго не протянула и как бы то что она у вас вот он еще сказала что она у вас стояла стоя наоборот даже лучше потому что с таким сердцем если бы ее куда-то погнать она просто могла погибнуть по пути то есть она она бы у нее не справить не справилась с нагрузкой с такой вот то есть недостаточность вот это она бы если в движении корова было но бы еще хуже было и быстрее было бы ее конец и внезапная смерть могла быть да то есть когда сердцем коровы-сердечницы они грешат вот внезапной смертью такие дела короче говоря что не делается все к лучшему надо всегда так себе говорить так что будем надеяться что этот год у нас все проблемы эти забирает и в новом году у нас все потихонечку наладится дай бог сейчас телочку нам как-то приучить надо нам к новому питанию да то есть за цен мы уже купили съездили этот заменитель молока почитала вроде бы говорят что даже даже лучше там больше витаминов и все чем вот так вот так что будем сейчас пытаться ну сейчас вот я ее не хочу в обед кормить говорят два раза в день достаточно ну я хочу чтобы она проголодалась а то она есть и не будет и тоже эти стрессы и непривычный корм может быть тоже она как она будет не знаю все такие дела ребятишки у нас все школу ушли и матвей школе еще не приходил он даже не знает но я говорю мы это утром порешали а у него времени маленькой не было убойщика он говорит давайте в среду а потом а это мы когда вот еще вчера или когда мы ему звонили ну предварительно так сказать оговорить в чел нара занимается этим нет еще то ну всяко же бывает жизни вот я это самый но в среду говорит а мы сегодня с пошли утром и поняли что она у нас просто упадет и не встанет уже то есть у нее уже стал зад волочиться как то то есть она стала совсем слаба и мы вызвали ну поговорили с ним просто не вызвали а в смысле что попросили попросил бабушка звонила она говорит пожалуйста приедь сдохнет корова будет плохо такие дела ладно все друзья ну ладно что никаких инородных тел в желудке не было желудок вообще не причем был а он и не вздутый кстати я же кишки сама смотрела то есть желудок и не взду то есть как бы даже не в этом дело просто вот такая вот ситуация ладно все не хочу я больше можно и не буду я уже в этой теме сегодня погрязла хочу маленько отвлечься сейчас хоть поесть потому что я еще даже не ела сегодня уже два часа еще ничего не ела поэтому сейчас хоть чай попью да надо мне на работать ладно не везет с коровой повезет с чем-то другим как говорится да будем пить магазин скорбинку ладно все пошла я так друзья уже десятый час сидим и модфодей регистрируется в этом решу г вот случайно нажал на работу уже работу надо делать он говорит давай скорее поспо посмотри помоги мне сделать работу ну в общем так порешал порешал я ему кое-что подсказал ну правда на четверку нарешали попробовали это первый вот самый вариант который учительница скинула попробовать решить и вот это не сохранился как это ходе ну ты чё сейчас перешить снова все будет все варианты поставлять ой вот беда не может учиться что-то так что ли давайте через решу г там как-то сохранять надо мы ничего не знаем мы так не делали смотри это они готовятся к этому кога уже чё-то рано начали да что-то рано что-то есть фима тоже тут потихонечку ползает у меня он не буду показывать он в трусиках уже бегает вот а так ночью все потихонечку приходим себя к и сегодня конечно весь день вот так вот сажусь это голова такая тупая тупая как чугунка и это самое как и затем во сне весь день как будто этот прошел вот ну ничего потихоньку придем себя сейчас поспим телку попытались покормить она пока не ест и так и сяк пробовали как бы соска она вообще меня не подпускает к себе горячо это за штуку ты такую на меня настроила показываешь ну хотя соска хорошая но она не ведь не приучена вот но зато напить умеет уже она же воду пила поэтому будем все таки ставить этот тазичек и пусть позвонили тоже знакомый кто коров держит она говорит ничего говорится есть захочет поезд она уже говорит большая она и выпить ты все как бы ну ну в общем будем надеяться не знаю посмотрим что там дальше будет а так она диковато конечно не подпускает просто к себе она на стены начинает шарахаться я прямо это не хочу ее пугать это не так стресс поэтому уж не стали настаивать сена она пожевывает корм тоже поставили воду поставили смесь эту сделала я ее три раз ходила только подогревалась чтобы она думал может начнет попробует но она как бы это ладно не голодная дать еще не проголодалась ну продолжить нажми там наверное сохранить это надо если взять работу вот у фадея в классе предлагают поехать как называется нет а почему вот так вот у меня сейчас фади посмотрим ладно давай ролик закончу на картинг на картинг поехать предлагают куда-то 27 числа что ли вот ну в общем согласились так-то в принципе интересно ему это на машинках покататься и вроде как безопасно такие дела афима не хочет уроки делать говорит завтра сделано я дрова устал уже я устала и ладно все общим друзья давайте до завтра и моральных всяких ладно давайте все пока пока